За 9 месяцев этого года правоохранительные органы возбудили 650 уголовных дел по фактам телефонного и интернет-мошенничества. Почти столько же было в прошлом году, но за 12 месяцев. С позапрошлого года их количество выросло вдвое. Сейчас большую часть данных преступлений занимает именно преступление с сайта Авито по предоставлению различных услуг, начиная от сдачи квартир в аренду, заканчивая вакансией и продажи, покупки различного имущества. Злоумышленник размещает объявление об аренде или продаже по заниженной цене. Люди ведутся и, чтобы не упустить выгодные предложения, переводят мошеннику задаток. Пройдуха исчезает вместе с деньгами. В погоне за дешевым товаром велика вероятность попасть на лжец сайт какой-нибудь известной торговой фирмы. Так называемые фейковые страницы в интернете по продаже бытовой техники, иной техники от имени знаменитых интернет-магазинов. Обязательно, прежде чем приобрести, заказать какую-либо технику, мебель даже продают, необходимо удостовериться в реальности данного сайта. Чтобы удостовериться в реальности, необходимо просто-напросто набрать телефоны, которые там отражаются. Если вас обманули, деньги вы не вернете. Украденные средства тут же уходят на другие счета. Аферисты, как правило, не местные. Раскрываемость таких преступлений низкая – не более 6%. Если в вышеописанные ситуации чаще попадают люди среднего возраста и молодежь, то в аферах с передачей персональных данных в основном страдают пенсионеры. Все эти услуги, которые предоставляет пенсионный фонд сегодня, они носят заявительный характер. Мы не ходим по домам, тем более мы не общаемся по телефону в отношении персональных данных. Выход для всех один – не доверять посторонним, перепроверять любую информацию и ее источник.